Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Добро пожаловать на фестиваль Подготовка. «Закричи Господу! С нами тысячи молодых!» Бог Дух Святой дал мне для вас слово. Помазание для духовной борьбы и победы. Помазание для духовной борьбы и победы. Первая книга царств, 2 глава, 10 стих. Давайте смотреть. «Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них». Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. Объясню это чуть позже. Если вы харизмат или пятидесятник, то знакомы с этими терминами. Помазывать, помазание, помазанный, пребывание, слава, сила Бога. Бывает, их путают, считая их одним и тем же. В иврите и греческом они отражают разные аспекты. Имеется в виду их проявление. Но заострим внимание на слове «помазывать». Сколько раз упоминается оно в Библии? В английском варианте упоминается 35 раз. Помазанный 98 раз. В английском варианте помазание упоминается 28 раз. Слово «помазал» — ты помазал мне голову маслом, упомянуто один раз. Слово «помазывать» в разных вариациях упоминается в Библии 162 раза. Я считаю, что если слово упоминается в Библии 162 раза, то оно важное. Давайте копнем глубже. Слово «помазывать» имеет три значения. Это слово имеет два значения на иврите, но это ветхий завет, и одно на греческом. Это новый завет. Первое значение таково — выливать. Брали рог животного, вливали в него освященное оливковое масло, потом опрокидывали его на человека, масло стекало с головы на бороду, потом на одеяние и далее на ноги. Масло стекало с головы на бороду и на одеяние. Его использовали для помазания священников и царей. В него добавляли разные травы. Можно было услышать по запаху. Идет помазанный муж Божий. Чувствовался аромат масла оливы. Второе слово означает «намазывать». Первое — «выливать». Это символ помазания. Второе слово означает «растекаться». Масло выливали, и в результате оно растекалось по телу. Третье слово означает «втирать». Речь о пребывающем помазании. Бог дает помазание внутрь, и оно пребывает в человеке. Иисус пребывал в Назарете, а потом, когда ему было 30 лет, он начал служение. Иоанн крестил его в Иордане. Первую проповедь он произнес в родном Назарете. «Ему подают свиток, он зачитывает из Исаии». И что же там написано? «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Евреи в синагоге знали, что лето Господне благоприятное. Это юбилейный год. Он наступал один раз в 50 лет. Если ты потерял землю, то в 50-й год ты мог выкупить ее. Был рабом? Тебя освобождали. В год освобождения трубили в серебряные трубы. Иисус сказал, что юбилейный год теперь не будет раз в 50 лет. А потом добавил, «Я являюсь этим самым юбилеем. Я пришел, чтобы освободить вас. Я несу вам избавление, ибо Дух Господа на мне. Он помазал меня». Греческое слово «курию» означает «втирать и намазывать». И вот третье значение слова «помазывать». У Иисуса было помазание, пребывавшее в нем. Оно было излито, намазано на него. Его не помазали маслом, как ветхозаветных царей и пророков. В Иордане Дух Господа сошел на него в образе голубя. Его помазал Святой Дух напрямую. Сошел на Иисуса, чтобы обитать в нем. Эти сведения — мостик, по которому мы перейдем в тему «Помазание третьего уровня». В поле зрения царь Давид. Почему он мой любимый персонаж Библии? Тяжело сравнивать себя с Моисеем. Расцветшее дерево. Море раступилось. У меня нет такого дара. Илья взлетел в небо на огненной колеснице. «Если бы я взлетел, как он, я бы сгорел». Я сравниваю себя с Давидом. Ведь и он, и я были призваны подростками, и он, и я любим музыку. Он имел дело с медведями и львами, а потом и более серьезных врагов одолевал. Могу сравнить себя с Давидом. На протяжении 13 лет Давид был помазан трижды. Первое помазание упомянуто во Второй книге царств. Самуил подходит к нему и помазывает его на царство. Это было первое помазание. Ему было тогда примерно 17 лет. Когда Давиду 25, еще одно помазание, Бог помазал его быть главой родного племени Иуды. Отныне он вождь над Иудой. По достижении 30, он умощен помазанием высшего уровня, и теперь он уже царь всего Израиля. Каждый уровень помазания, когда ему было 17, потом 25 и далее 30 лет, имеет отношение к битвам его жизни. Следите за фабулой. Начало — это помазание для духовной борьбы и победы. Первый уровень помазания Давида — это помазание для ежедневных поединков. Его помазали, он убил медведя. Его помазали, он убил льва. Это каждодневные поединки Давида. Первый уровень — это помазание для ежедневных схваток. Второе. Когда Давиду 25 лет, еще одно помазание. Он уже не пастух и нет ежедневных поединков. Теперь он в противоборстве с членами семьи. Тесть Саул взял его супругу, отдал в жены другому и 13 лет гонялся за ним по пустыне, пытаясь при этом убить. Давиду понадобилось помазание не для победы над медведем и львом, а помазание благодати, чтобы смириться с травлей. Вас притесняли родственники. Может быть так? Вам нужно помазание, чтобы устоять перед травлей. Давиду понадобилось помазание, чтобы смириться с этой самой травлей. Телезритель, враг идет на тебя, нападая через членов семьи. Было Давиду 25, а теперь 30 лет. На нем третье помазание — царь Израиля. Что мы здесь видим? Помазание — поражать врагов. Филистимлин. Помазание — побеждать, когда враг возвращается многократно. Давид вел войны с филистимлинами, одолевал их, но они возвращались. И снова сражался, разбивал их, и они опять шли на него. Бывало такое. Грешишь, каешься, а потом снова грешишь. Идешь к Богу, говоришь, я больше не буду. Чувствуешь, рядом Бог, и помазание рядом. Больше не буду смотреть туда. И вот она, победа. Затем снова за старое. Так у детей, которые на наркотиках, оставляют грех, потом связываются с дурной компанией и возвращаются в грех. И снова победа. Боже, я вернулся. Потом связываются с дурной компанией и возвращаются в грех. Итак, по кругу несколько раз. Давиду пришлось воевать с врагом, который возвращался. Но Бог дал ему помазание разрубить этот Гордиев узел. Я покажу удивительное в этом виде помазание. Во-первых, изначальное помазание Давида мы назовем, давайте, общим. По словам Иоанна Богослова, «Все крещённые Святым Духом имеют умощение». Первое послание Иоанна говорит об этом так. «Мы имеем умощение» или же «помазание». Выразим это такими словами. Бог дал помазание действовать. «Все крещённые Святым Духом имеют умощение». Умощение Господне даёт вдохновение, помогает двигаться вперёд. Библия говорит, «Крещённым Святым Духом в их немощах помогает сам Дух Святой». Слово «помогает» в оригинале очень длинное. И я даже не попытаюсь его произнести. Ведь специалисты по греческому языку упрекнут меня в ошибке. Означает оно взяться за дело вместе. «Дух поселился в нас и начал разбираться с нашими проблемами, и делает это вместе с нами. Ведь если не хочешь освободиться, он не поможет. Если у вас трудность, то приходит Дух Божий и решает её вместе с тобой. Слыша слово «немощь», людям моего возраста на ум приходят болезни. Но в восьмой главе послания к римлянам оно означает «слабости». Согласно словарю, это моральные слабости, слабости телесные или слабости духовные. «Святой Дух Господень вместе с тобой берёт всё, что делает тебя слабым духовно и препятствует восходить на высоты, куда манит Отец, и Дух даёт тебе силу выдержать испытания и силу победить». Бог обещает нам в Священном Писании, что даст выход из искушения, чтобы вы смогли перенести его. Слава нашему Господу Иисусу! Слабость побеждается помазанием, получаемым при крещении Духом Святым. Так Святой Дух вселяет в нас победу. Далее идёт уровень второй. Давид помазан над племенем Иуды. Иуда означает «восхваляемый». Давид был поклонником Бога из колена Иуды. Второй уровень помазания Давида был не только помазанием «бороться со слабостями», но и помазанием «поклоняться». Ведь проповедь бывает либо помазанной, либо выхолощенной. Зрителю либо интересно слушать проповедника, Дух Господа наделяет властью выступающего, либо зритель просто уснёт. Не поймите превратно. Если регламент проповеди 20 минут, значит, там нет помазания. Если 20 минут без помазания Святого Духа читать лекцию, мне такое не захочется слушать. Я был на собраниях, где Дух Божий так сильно почивал на проповеднике, что, казалось, прошло 20 минут, а на самом деле он проповедовал полтора часа. Почему же так? Да потому что, когда входишь в такое измерение Божьего помазания, то перестаёшь следить за временем. Нет помазания? Ну, тогда время тянется долго, как резина. А под помазанием время ускоряется. Смотришь на циферблат и говоришь, «Разве уже час?» Сестра проповедует. Вот именно так оно и происходит. Как им это удаётся? Они на уровне помазания и присутствия Бога. Поэтому забываешь о времени. Когда появляется Бог, Святой Дух, ты забываешь о времени. В поклонении есть разные уровни. Мы не водимся чувствами. Я знаю. Но некоторые неведомы ничем вообще. Я не движим ощущениями. Поклоняюсь верой, проповедую верой. Но когда Бог приходит, ты чувствуешь Его. Переживаешь, что Он рядом с тобою. Ты знаешь, что Он здесь. Есть уровень помазания, когда ты поклоняешься Богу, чтобы принять умощение. А потом оставаться рядом с Богом. Чудесный третий уровень. Вот каков Он. Давид получает третье помазание. Быть царём Израиля. Властителем над всей страной. Были колена Вениамина и Иуда. А остальные десять племён отделились годы спустя. Но пока все двенадцать вместе, то есть это до того, как ассирийцы захватили десять. Давид стал владыкой двенадцати племён. Вот откровение. Имя Израиль берёт начало от Иакова, который однажды ночью боролся с ангелом Господним. Он сказал ангелу, представшему в образе человека, «Не отпущу, пока не благословишь». Ухватился за ангела, а он ему отвечает, «Будучи князем Божиим, ты победил. Отныне имя тебе будет не Иаков, а имя твоё будет Израиль навеки». В древнееврейском языке, на котором написан Ветхий Завет, первая буква в слове «Израиль» — это «Ют», самая маленькая буква в алфавите. Буква «Л» на иврите — это «Ламет», самая высокая буква ивритская в алфавите. Бог говорит Израилю так, «Вы начали с малого, но в конце я весьма размножу вас». Урок иврита. В древнееврейском языке, на котором написана ветхозаветная часть священных текстов, слово «Иаков» начинается с буквы «Ют», и «Иерусалим» также начинается с буквы «Ют». И с неё же начинается слово «Израиль». Слово «Иосиф» начинается с буквы «Ют». Имена, начинающиеся в Библии с буквы «И» в нашем языке, в древнееврейском языке, начинаются с буквы «Ют». В чем заслуга этой буквы? У евреев она символ руки. Юд — рука. Не забудьте, она — символ руки. А еще юд — первая буква священного имени Бога. Вы слышали ведь такие имена? Егова Ира, Егова Шалом, Егова Цеткейну, Егова Рафа. Есть 16 сложных имен с первым элементом и Егова, и у каждого свое значение. Владыка Мой Стяг, Владыка Покой Мой, Господь Пастух Мой. У каждого свое значение. Бог открылся Моисею, назвав свое заветное имя. Оно так свято, что ни один раввин в Израиле не осмелится его называть и заменяет его словом «Адонай». Раввины опасаются произносить его. «Ибо боятся сотворить кощунство». Согрешить, страшаться. Неправильно его произнеся. Вот такое сильное имя. Имя Бога на иврите «Ют», «Хэй», «Вав», «Хэй». Первая буква святого имени Бога — это «Ют», как и в словах Иерусалим, Иаков, Иосиф. Помогите мне. Это буква — символ руки. То есть Бог говорит, «Я назвал вас так, и простираю руку над вами. Иерусалим, Иаков, Иосиф». Моя рука над вами. Давайте вернемся к важным. Слово «Израиль» означает «побеждающий». Тот, кто боролся и победил. Молодежь, я уже говорил об этом ранее. Третье помазание, которое прибывает, и которое втирают, и которое остается, — это помазание одолевать в борьбе. Павел говорит, «Мы боремся не против людей, не они наш враг. Наш противник — это царство тьмы. Мы боремся не против людей, но против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего и духов поднебесной злобы». В данном случае слово «борьба» обозначало особенный вид единоборства. В эпоху античности тренировали борцов. Предлагаю вашему вниманию разъяснительный комментарий на слово «борьба». Двое выходили на ринг с целью прижать противника к полу и схватить за горло, чтобы он не мог дышать. А в иных, жестоких, языческих играх, нужно было сломать горло. Они ломали горло противнику. Тогда борца провозглашали победителем. Такое слово использовал Павел, чтобы описать бой с бесами. «У нас проблемы. Все в порядке. Ведь ваш путь к победе лежит в том, что бойцы могли избежать поражения и смерти. Они проводили месяцы в тренировках и в банях. Тренеры натирали, боровшихся маслом. Я говорю вам истинную правду. Натирали целыми месяцами. Да так, что маслом пропитывалась вся кожа. Вот помазание третьего уровня. Когда такой боец выходил на ринг, оппонент пытался схватить его, но тот выскальзывал. Пытался ухватиться за торс, но тот опять выскальзывал. Помазание делает нас скользкими. Кто хочет скользкое помазание? Я верю, что на этом месте воины Божии, которые хотят его. Хотите познать Бога так, что враг не одолеет вас? Попытается схватить, да останется с пустыми руками. Тогда вам необходимо помазание. И если вы хотите настоящее помазание от Бога, я повторю вам все эти три типа. Первое, упомянутое во второй книге царств, Самуил подходил к нему и помазывал его на царство. Давида. Это было первое помазание. Тогда ему было всего 17. Когда Давиду 25, еще одно помазание. Бог помазал его быть главой родного племени. Отныне он вождь. По достижении 30 он мощен, помазанием высшего уровня. Теперь он царь над народом. Когда Давиду 25, еще одно помазание. А теперь ему 30. На нем третье. Он царь. Помазание поражать врагов. Помазание побеждать, когда враг возвращается многократно. Не забудьте, что Давид вел войны и был успешен в каждой битве. Дух поселился в нас и начал разбираться с нашими проблемами. Уровень второй. Давид помазан над племенем Иуды. Иуда означает восхваляемый. Давид был поклонником Бога из колена Иуды. Второй уровень Давида был не только помазанием бороться со слабостями, но и помазанием поклоняться. И третий уровень. Давид получает третье помазание быть царем Израиля. Вам так же, как Иакову, требуется схватить ангела Господня за полы одежды и сказать «не отпущу», пока не благословишь. Ухватись за ангела и требуй помазания. Апокалипсис Я записал двухчасовую программу, в которой простым языком объясняю историю, символы и предсказания откровения. Я использую простой метод обучения. Молодежь говорит им впервые все понятно. Я прошу вас приобрести эти две DVD-программы с легкими пояснениями. К ним я прилагаю два аудиодиска, в которых я говорю о воинственной ходатайственной молитве в момент серьезной атаки. Моя проповедь называется «Сатана, руки прочь от моей семьи». И вторая проповедь называется «Как сломить сатанинское сопротивление вашей семье». «Как сломить духи тьмы, восстающие против ваших детей». Это предложение этой недели. Если вы закажете прямо сейчас, я добавлю к заказу еще один диск «Женщины, вам понравится». Он называется так «Пять женщин в жизни Иисуса». В Новом Завете, в родословии Иисуса, упомянуто пять женщин. И каждая из них представляет собой одну из женщин, находящуюся в любой церкви мира. Какой женщиной являетесь вы, вы сможете понять, прослушав эту проповедь. Итак, ваши шаги. Мы просим вас прислать пожертвования 30 долларов, чтобы наша программа продолжала выходить в эфир. Укажите номер заказа. AME 129. Позвонив по телефону, указанному на экране. А также вы можете заказать онлайн на нашем сайте. Мы надеемся услышать вас как можно быстрее, чтобы вы смогли получить наш ресурс «Апокалипсис легкий для понимания». Пишите сегодня. Да благословит вас Господь! Это последний шанс заказать диски «Апокалипсис» стал проще. Спасибо за ваши чудесные комментарии. Человек написал нам следующее. Я никогда не понимал откровения, а ваши диски очень сильно помогли. Слава Богу! Спасибо за чудесные комменты. Дорогие братья и сестры и уважаемые телезрители. На вашем экране вы видите названия городов и общин Соединенных Штатов, где я буду выступать, где станут проводиться богослужения с моим участием, а также даты литургии и ссылки на веб-сайты, которые помогут вам сориентироваться в данных населенных пунктах, чтобы найти нужную конгрегацию. Пожалуйста, запишите всю информацию и приходите. Будет интересно. С нетерпением жду вас. В Кливленде, в Теннесси мы с вами встретимся со 2 по 6 октября. Также в Беркли, Релив, мы будем с вами с 26 по 28. А с Господом Богом всегда интересно. Вот что я вам покажу. Это экземпляр моей первой книги, которую я напечатал, когда мне было 18 лет. Представляете, дорогие мои, было всего 500 экземпляров. У меня была одна копия, это было 40 лет назад. Этот труд стоит в моем кабинете, напоминая мне, что делал Бог во время миссионерского служения по всему миру. Все наши печатные и телепроекты родились благодаря именно этому изданию. Господь сказал, ты не сможешь достичь всех через собрание. Дай людям информацию. Поэтому мы производим диски и книги, чтобы истина оказалась в ваших руках. Это напоминание о благости Бога. Сегодня последний шанс заказать апокалипсис стал проще. Увидимся с вами на следующей неделе. С Богом! Этой осенью в Омега-центр с 4 по 8 октября в Кливленде пройдет главное событие года. Вы услышите сильные проповеди Пэри Стоуна, Кевина Уоллеса, Томми Бейтса и Рона Карпетнера. А прославление от Линды Лакули. В субботу вас ожидает ежегодный осенний фестиваль, где будут аттракционы для детей, прекрасная еда и особенная музыка от хора Университета Ли. Более детальной информации на сайте. Не пропустите главные события этой осени. С нетерпением ждем встречи с вами.